Хочу вас познакомить с Петром Денисовым. Это самый интересный, на мой взгляд, егерь в России и, наверное, в мире. Это какая-то дичь. Кто здесь? Охренеть! Моя первая щука в этом сезоне. Вот, что значит, правильное место. В принципе, что такое рыбинка, понятно. Позвоночник просто в трусы всыпается. Ух, ***. Не, нет. У нас дрон упал в воду. Подъедь сюда, мне нужен гидрик. 43 тысячи получилось. Надо было просто свалить и все. Пора домой. Солнышко пригреет лучик. Ребята, всем доброе утро. Мы прибыли в бухту Коприно на Рыбинское водохранилище. Посмотрите, какие здесь просторы. Нас поселили очень симпатичный домик в сосново-березовом лесу, который находится. Воздух чистейший. Кажется, что ты где-то на краю земли находишься. Да, Миша? Вообще удивительно. Ребята, посмотрите, какой здесь классный бассейн. Вообще пушка, да? О-о-о-о. Ху-ху-ху-ху. Вот это да. Кайф. Мы арендовали вот этот дом. Там находится баня. И дальше нет никаких строений. Здесь вот лес. Очень удобно, если вы хотите уединение. Сейчас покажу, как внутри выглядит. Здесь четыре спальни. Разместиться могут восемь человек. Это топовая катушка, а это топовый фонарь для подводной охоты. Новая версия Hunting Pro Lite. Да, с Украины мне ребята прислали. Андрюха, спасибо тебе огромное. Это просто произведение искусства. Нифига себе. Слушай, мне кажется, еще больше 100 по размеру. Вот, смотри, белый свет. Желтый свет. Миксованный. Ты видишь, сколько здесь режимов? Офигеть. У меня это от 3000 до 5. То есть с белого света на желтый. И удобно и для камеры, если ты снимаешь и для мутника, и для прозрака, и если пробить хочешь. Ну, короче, ребята делают просто сумасшедшие вещи. Видишь, два кольца защитных стоит. То есть, если даже одно у тебя порвется, он все равно будет функционировать. И каждый фонарь пронумеровано. Вот этот фонарь номер 17. Это произведение инженерного искусства, ребята. Ну, это хендмейд. То есть каждый фонарь, это действительно уникальная работа. Вот такие у нас умельцы в Украине, ребята. Вот красавцы, реально. Красавчики. Лучшее снаряжение для подводной охоты делают именно в Украине. Альтернативы вообще нету совершенно. 100%. У нас в России никто не делает. Американцам такое покажешь, они просто охередят. Они скажут, что это какая-то вражеская разработка. Друзья, всем доброго рыбинского утра. Хочу вас познакомить с Петром Денисовым. Привет, привет. Салют. Это самый интересный, на мой взгляд, егерь в России и, наверное, в мире. Почему? Потому что все подписчики мне написали, обязательно съездить с тобой на рыбалку. Наверное, потому что ты победил на Пале. Это первое. Второе. Я думаю, что с тобой очень дорого съездить на рыбалку. Не дешево. И третье. Ну, ты можешь найти трофей. Какие у нас шансы вообще на рыбу? Шансы велики. Велики? Рыбы будет. Рыбы в водоеме много, но она постоянно перемещается, постоянно сменяет какие-то места, стоянок и пики активности клево. И самое главное, там, балансировать и ловить всю эту историю. Назови, на твой взгляд, три топовых места по рыбалке в мире. Ты знаешь, я не могу сказать в мире, потому что я за пределы России не выезжал, в принципе, вообще. Серьезно? Моя самая дальняя заграница – это Украина. Топ-3 лучших мест в России по рыбалке? Камчатка, Чукотка и Кольский, по сути. Понятно. То есть, а поближе что-нибудь? Яуза. То есть, ты специализируешься, это твоя локация Яуза, да? Да. Чем она хороша? Очень маленький, очень компактный водоем, 54 квадратных километра. То есть, ну, это такая маленькая интимная зона, где, ну, реально дофига судака, и все очень хорошо. Ты специализируешься на судаке, да, или на любой рыбе? В средней полосе это, наверное, самый желанный трофей любого спиннингиста – это судак, ну, судак крупный. Это почетно, это круто, и это сложно. Реально сложно. На какой лодке ты ходишь? 650-й Silver Fish Premium, собрал я его в октябре прошлого года, вот приедет он через пару часов, посмотришь, покажу. Обязательно сделаем обзор, ребят, для вас. Ну, сейчас мы пару мест найдем точно, вот, на которых как раз происходили события ПАЛО 2017 года. В общем, будем сейчас искать судака. Вот это судак, да? Вот, видишь, пошел подъем. Ага. Вот это вот интересный бугор. То есть, тут возвышающиеся коряги, вокруг ведется бель, ее видно. Ага. Вот, вот он дальше поднимается. Скидываем, оторгаем, на него там и встанешь. Обсетных крючков, конечно же, у тебя нет. Есть. Есть. А это вот? Дайва. Такая пятитысячная карточечка. Ну, вот это все. Это твоя тема, да? Что ты тут? Слушай, я даже тебе угодил. Только у меня струны нету здесь. Здесь крепко. С судака можно спокойно ловить либо без поводка, либо с плюровым поводком. Взял крючок. Угу. Проделаем его вот здесь. Раз. Два. И так оно вот нормально будет. Нифига себе. На самом деле все просто, да? Вот сюда его завел. Клюнул что-то? Офигеть, так незаметно клюнул. Поджал. О, судачок. А я его засек, по ходу дела? Это берш. А, берш? А, клюнул, смотри. Клюнул, клюнул, конечно. Ну что, ребят? Первая рыбинская рыба. Кайф. Правда, берш это не очень круто, да? Нет, почему? Берши на рыбинке бывают очень, очень крутого размера. Смотрите, какой красавчик. Иди зови папку и мамку, и дедушку, и бабушку. Вот что значит правильное место и правильная насадка. Ну, где берш, там и судак, да? Конечно. У них и места обитания, и кормовые объекты, в принципе, совпадают вполне. По вкусу они одинаковые? Берш повкуснее. Серьезно? Да. А что мы выкинули туда? Маленький? Маленький какой-то. Слушай, на рыбинке я ловил полторашек бершей. Ну, это прям предельно круто. Ты рыбу отпускаешь или ловишь на стол? Слушай, у меня нет культа ни из того, ни из другого. Если у меня рыба в избытке, соответственно, отпускаю, потому что у меня набивать в морозилке задача вроде как не стоит. Но это самый грамотный подход, потому что крайность это тоже. Вот есть люди, которые просто в крайность надо отпускать и все. А хочется поесть ее и что-нибудь и покупать? В крайности это болезнь. Что мне ловить классную съедобную рыбу и отпускать ее, идти покупать мороженое астраханского судака в магазине? Ну да. Есть? Угу. Вот видишь, правее сработало, да? Кто здесь? О-о-о! Первый судачело. Нет, ты не угадал. Опять берж? Это бершолио-бершини только. Слушай, ну он большой. Это нормальная бержная. Давай возьмем его пожарим? Давай возьмем. Ну и что, Петь, поздравляю, ты красавчик. С чем? Ну как бы первая рыба нормальная, которую можем съесть. 500-600. И с хорошим ударом уже, с хорошей поклевкой. Супер. И видишь, на зелененькую, да? Да. Ребята, поймали судака килограмма на три с половиной. Идем смотреть. Сейчас вам покажем. Чуть-чуть покатались, поискали коряги ближайшие к базе. Встали, поймали. Несвойственный мне джик. Вот такой вот. О-о-о, какой судачок. Как думаешь, повес сколько будет? Суши. Я думаю, в районе до трех. Ну все, берем его тогда на стейке. О, хороший. Как будто мы в море где-то. Офигеть. Миш, как тебе американские горки? Миш, как тебе американские горки? Офигеть. 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 Как будто бы они стоили дешево. 16-й лайф, 15-й хам. Лайф в полном комплекте. То есть с 3D-шником, с TM150 датчиком со всей ерундой. Соответственно с компасом понятно. Здоровый судак. Да? Хороший, да. Давай кидай туда. Как рыбалка, Миш. Судаки есть? 50 километров прошли, а приманки оставили в Сашином катере. Мои приманки для моего стиля ловли. Ничего. Я думаю завтра сюда вернемся. Ветра не будет. Аккуратненько дойдем. Онficи он уже . Зато не бывает. Плезоночник. Блезоночник这йlef did not. Обдолочник что-то. Блз. Ну что ребят. В принципе что такое рыбинка понятно. Хм. 100 километров про Миш. Позвоночник просто в трусы всыпается. Скорость 30 километров отбивается так, что мама не горит. Предоставьте, какие амортизаторы стоят и все равно сидеть невозможно. То есть сидишь, все внутренние органы перевернулись. Не, рыбы много на самом деле, но с погодой нам не задалось. Короче, совершил ошибку, начал запускать дрон, когда шла лодка, надо было поставить на GPS на якоре и спокойно запустить. И при этом что-то случилось с дроном, он резко пошел вниз, перевернулся и сразу упал в воду. Короче, только что дрон в воду упал. Одену снаряку, попробую донорнуть его достать. Миша, у нас с дроном упал в воду. Подъедь сюда, мне нужен гидрик. Восемь? 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 Да, мне еще упал дрон в воду, короче. Восемь, девять. Да, и все кадры на**ались. Не рассчитали, скорость лодки была, видишь, я думал, она остановилась, только стрела, но упал. Я думал, он на** на нем. Вот еще и коряшка. Позака нету. Вот так, минус дрон. Самое жалкое, конечно, не дрон, а кадры. И мы без дрона остались и без кадра. Причем, я летаю уже лет, наверное, шесть. Это второй дрон, который я убил. Один я разбил, второй вот сейчас утопил. Это, в принципе, на самом деле хорошая статистика. И была большая волна очень, соответственно, нырять достаточно страшно, опасно. И наши структурные приборы, структурники, так называемые, они просто в такую волну, у них очень много помех, они не видят дно. И, соответственно, примерно даже определить не получается. Завтра пойдем, попробуем. Надеюсь, может быть, за ночь сейчас найдется человек, который привезет сюда, забьет и привезет баллон. Колючий, здорово. Слушай, беда случилась, дрон утонул, прям по середине рыбинки. Можешь баллоны забить у ветра и привезти, я тебе как бы там все оплачу, очень выручишь. Материал нужен, капец. Ладно, сейчас давай попробую кого-нибудь спросить, да-да. Давай, жду, спасибо большое. Шансов мало, но мы будем бороться и искать, найти и не сдаваться в нашу тему. Мой позвоночник. Ребята, ставьте пневмостойки на сиденье, это кайф. Без пневмостойки на катере вообще нельзя. Водолазов мы не взяли, будем сами нырять, потому что вероятность с водолазами найти такая же примерно, как и мы сами если найдем. Сейчас пройдем на структурнике, посмотрим, если четко видно дрон, то опустим туда груза, шнур, и я по шнуру, поэтому попытаюсь его достать. Если не увидим на структурнике, то даже не будем пытаться, потому что вероятность очень маленькая. Скорее всего мы его не найдем и прощай, материал красивый. Вот была всегда такая погода. Реально ветра вообще нет, смотри, древи не получатся. Дорога будет длинной, позвоночник будет в шоке, пока так. Антон, щука будет сегодня у нас? Будет. Большая? Пятерка будет. Больше, десятка. Да нахер она будет тогда выходить вообще? Реально. 7-8, может пятерочку. Есть 7? 5. Нет? Нет. Ну, абсолютно. Абсолютно ничего не тебе говорю. Не первый человек, это говорится. Вот он. 36 километров до него. Отвязывались? Поехали. Ребята, сегодня нам более повезло с погодой. Смотрите, какой штиль. В общем, на мою просьбу о поиске дрона откликнулось огромное количество людей. Большое вам спасибо. Откликнулся Макс из Костромы. У них есть оборудование, водолазы. Они сейчас приедут 200 километров им ехать в течение дня. Даже приехать на точку, я скинул, мы забили точку, где потеряли дрон. И мы там встретимся, попробуем достать Петраков. Это какая-то дичь. Слушай, ну вот на этой точке есть крупная щука. Конкретно на этой, куда мы сейчас приедем. Бо терпения. Панька. Охренеть, ты это видел? Она прямо сейчас схватила, да? Охренеть. Ну ладно, что это? Ты прикинь, как работает твоя вот эта хренатенька. Вот это да. Котик. Мерить ее и взвешивать смысла нет. Она маленькая. Все поплыла. Да, щука прикольная здесь. И по цвету, и по силе. А это что? Это Манс Квантум Падлер. Это очень хорошая приманка. Смотри. Вот эта приманка уникальна чем? Видишь дырочка? Ага. Засовываешь дырочку. Это единственный человек в мире, который додумался сделать вот эту дырочку, чтобы ты каждый раз вот так вот не прикладывал и не думал, где у тебя должен выйти крючок. Охренеть. Дитмар это единственный чувак, который это сделал. Респект его жук. Немец. Он прямо вообще красавец. То есть ты взял ее просто вот так вот раз, раз. В дырочку вот в эту вывел и не ошибся. Кайф вообще. Уоу. Ниже палку. Я щеку поймал. Ууу. А у меня снять что-то с глазами. У пацанов надо капли спросить глазные, нет? Вот так? Да. Так вот, держи ее крепко. Держу. Ухуууу. Моя первая щука в этом сезоне. И правда мой первый сезон. То есть смело можно сказать, что первая щука в жизни, да? Да я обрубился. Не, ну я ловил маленьких щук, таких. Будешь есть щуку, нет? Нет, отпускаем. Мы решили свалить вот от того дождя, который сейчас с минуты на минуту нас накроет. Но мы быстрее его, по идее. Пошла зараза. Хороший какой, а? Всё Сань, нет больше судака, он один стоял. Куда кидай. Быстрее Петь. Петь, ну ты конечно дал моего судака, выловил. Что, отпускай его, да? О, хорош, прям вот здесь подлодка клеёт. Уху, рыбалка наконец-то началась, получше, хорошее сюда Креманочка хорошая, хорошее Есть, Сань, как так, смотри, в судак, что ли? Ну вы проехали точек 40, понимаешь? Есть, по дороге? Да, у тебя вся карта в точках, вся, б***ь А, ты на таком точке, да? Конечно Как говорится, война войной, ой, рыбалка рыбалка и обед по расписанию У нас будет не совсем обычный обед на лодке Ох, какая красота у вас тут! Можно я заценю? При этом ты не солил, да? Да Ничего не делал Идеально, в общем Ммм Добро пожаловать к нам на обед Сто процента Посмотрите, насколько оно сочное просто Надо вот так Оп Отходим Нормально 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 Правильно? Да, да Время в сигарную комнату пройти Ага Три часа Время в сигарную комнату В общем, ребят, хочу попробовать поймать щуку по рецепту Антона Фишермана Смотри Здесь есть кнопка Ты ее нажимаешь, шпуливается, освобождается, открывается Защелкивается, она обратно катушкой Ага Дальше ты делаешь плавно заброс, не резкий Отпускаешь палец, только ты его не отпускаешь совсем, просто чуть-чуть приподнимаешь Чик Она летит, и в конце, до того, как она упала, ты пальцем останавливаешь катушку Я чувствую, у меня борода будет сразу Ну, пацаны Готовы? Плавненько И тормози по концу Чуть-чуть пораньше отпускай, чтобы она у тебя повышала Кого пораньше отпускай? Палец Чтобы она у тебя не вниз летела, а вот туда Антон, как ты пришел вообще к ловле вот такими здоровыми приманками? Да, слушай, все в интернете Я, по-моему, это было году в 2009-ом, когда я начитался форумов Увидел, что есть, оказывается, такие большие приманки Тогда вот такой темы не было Были джерки обычные Такие вот штуки Вот, и поехали с товарищем, который уже этим ловил Поехали с ним на рыбалку На первой рыбалке я только вот только научился их забрасывать, проводить Вот, поймал шестерку для меня, это прям был супер трофей После этого начал ездить с этими снастями на те водоемы, на которых я до этого просто ловил Домашние озера всякие и так далее Вот, и, как ни странно, там начали клевать те рыбы, которых я не ожидал там увидеть Так, ну а что для ловли нужно? Нужен такой вот домовенок, да? Слушай, ну не только домовенок Как это называется правильно? Это называется миурас маус То есть это комбинация до силикона Шерсть, это, кстати, мех американского оленя, бактейл Капец, то есть а спиннинг какой нужен? Главное мощная палка, то что приманки, средний вес приманок там порядка 100 грамм То есть начиная грамм от 60-70, заканчивая 200 граммами Здесь 130 грамм, да? Здесь 130, но мне нужно в первую очередь удилище, которое способно забрасывать такие приманки Да, в общем-то и все Во-первых, дай, зачем ты отводишь удилище и отводить не надо Ты стоишь грудью вот в ту сторону, куда тебе надо бросить Вот, у тебя рука это около плеча, которую... Я боюсь просто тебя за жопу поймать, поэтому максимально И у тебя есть рычаг, тебе надо просто надавить рукой на рычаг и все Вот, ты бросаешь сейчас вот так, смотри Вот тебе заброс То есть ты просто палкой махнул, она у тебя практически не согнулась Пацаны, согласитесь, неплохо, да? Тебе надо вот, ты подменишь, вот тебе есть рычаг Ты на него нажимаешь и руку немножко поддаешь вперед И у тебя все полетело Ты и сил меньше тратишь Все, давай, смотри, сейчас покажу Нормально? Сильно быстро крутишь Во-первых, давай заглубиться немножко Смотри, это уже джарк фактически И вон до анимирования Анимироваться надо либо движениями удилищем Такими трубочками Пауза Либо Катушки Такие делаешь по пол оборота Резкие Угу Кай Только не в сторону У тебя кистевая должна быть движение То есть в этом случае смотри Есть Да ладно? Ну да Ха-ха-ха Как? Свет, что-то странное, честно говоря Ну хрена себе, я сюда чего взял Тихо-тихо-тихо Ты видал какой? Вот это папа Вот он, крупные приманки Охренеть Сколько пейсов у него? Ну, 2,7 какие-нибудь Ух ты, кроссовчик Почему рыбинское водохранилище? И город рыбинск Потому что много рыбы Ты довольный? Э-э-э Спасатели Так, ну че? Что встаем мы точно на точку Вы на точке? Нет? Нет Нас чуть-чуть отнесло Мы сейчас якоримся на точку тогда Саня спускается в этой точке стреляют в дно и по леню круги наворачивают ровно то есть радиусе 30 метров точно найдем стопроцентно тогда стопудово да если он не 70 не 50 метров я вам выключился и он падал плавно то есть не метами не бил поэтому точно найдемся саня ищет и в темноте и вылез 20 сантиметров в прозраке может тогда есть осетра нам стрельли да ну с ружьем да вот здесь вот здесь под тобой вот но вот прям ныряй до расслабься я работаю я не могу не хочется самому туда забыть прозрак рабочий метра два но на дне березы прямо бревна стоят прозрак 2 метра хорошо можно поискать две руки вытянутые считаю да если что звони и приходите я надеюсь что найдете все едем на базу парня остается искать надеюсь что не найдут но если не найдут значит не судьба только что написал макс они нашли дрон все едут сюда сейчас пойдем отмечать это дело в ресторан это нереально круто эмоции переполняем попробуем высушить и посмотрим будет он вообще работать или нет самому интересно я думаю что скорее всего аккумулятор точно умер а вот дрон может быть еще и запустится но пользоваться скорее всего им нельзя будет потому что это опасно и не дай бог все упадет на кого а вот флешку важно чтобы она сохранилась по что он практически сутки пролежал на глубине 9 метров все идем ресторан короче макс вы красавцы вообще парни это просто нереально 20 капец он тяжелой воды набрался открывай стоите не надо его вот так да и самое главное флешечка хорошо она здесь прорезинена и возможно вообще даже не намокла хотя на 9 метров до мокрая но ничего надеюсь мухи я парни присаживайтесь за стол обращайтесь рыбалка в костроме прямо на точке нашли там где надо было до чего даже не под лодку прямо заякорил прям под лодку прям под лодку заякорился пострелил и вот я стрю сверху пузыри такие по кругу раз кружок два кружок то есть зря короче везде вот так далеко искал я дучу поиск смысл такой что ты стреляешь и по кругу ходишь ищешь то есть а там коряги неудобно и не очень ориентироваться и прямо под лодку спустился до округа и он лежит в илу как он лежал подылило то есть боком он уже прозрачность нормально было прозрачность метра два я вам еще двадцатку торчу да плюс 40 рублей доставка на самом деле организуем любой вообще выезды поисковые работы поисковые рыбалку на природу доставка до места даже на ребят обязательно контакты и кому нужна рыбалка все что угодно в томской области и даже можем выезжать на ближайший там хоть астрахань рыбинка что угодно парни приюту на своей лодке со своими баллонами гид с гидриками с ружьями совсем вот кажется спасибо огромное в реально выручили надеюсь что материал будет целый да я смотрю хоть его подержу в руках спасибо саня что позвал целый год хотел тебя увидеть серьезно целый год хотел любыми способами ну вот видишь как вы подвернулся в этот вариант все концовка за да мы будем сейчас ужинать рубай так ну что сегодня у нас третий заключительный день отправляемся домой здесь невероятно красивая природа и хочется конечно же пару дней хотя провести в отеле но у нас уже нет времени пора уезжать поэтому если приезжать сюда обязательно закладывайте два-три дня просто почилить покайфовать в самом отеле почему пришли в яхт-клуб кобрин и сейчас будем заправлять лодки за всю поездку сожгли наверное около тонны топлива то есть тысяча литров примерно с учетом того что мы объездили всю рыбинку а так дойти на одну лодку от конакова до коприна примерно 200 250 литров зависимости от мощности двигателя сейчас покажу как проходит заправка коприна удобно очень то что есть заправочная станция а вот как она выглядит карты до 1 стапки 180 я думаю 150 я думаю 180 и максимум сколько давай короче ты если 180 150 я ну давай блин ну чё ты все равно любого 60 ставлю 160 и 180 давай я в конакова последний раз заправлялся по 67 по-моему или что такое дорого ну чё сколько вышло 150 150 149 до 50 литров бак короче короче бодрая поездка по бензину 40 3000 получилась поэтому только на рыбинке покатались я решил затестировать хаски 300 лошадиных сил 300 литров попробуем на ней дайте ну разница по крайней мере в сиденьях точно есть потому что здесь нет амортизаторов и это сразу большой минус для меня после того как ты садишься в кресло с амортизаторами и потом садишься сюда и понимаешь что вообще не то это не минус лодки это такая доп опция которая ставится по желанию заказчика не но для меня это минус я всем рекомендую ставить ребят а мы остановились в уникальном месте позади меня колокольня никольского собора одно из уцелевших строений целого архитектурного ансамбля при затоплении рыбинского водохранилища многие деревни бы и города огромные были затоплены один из них это город малого если посмотреть фотографии в интернете то это огромный город с большим количеством населения вот так вот выглядел город налога все эти здания были взорваны перед тем как затопиться а деревянные избы люди разбирали на бревна связывали в платы сплавляли по реке для того чтобы построиться на другом месте сейчас под нами затопленный город раньше здесь люди жили а сегодня мы находимся здесь на воде и путешествую в истории затопления рыбинского водохранилища есть и темные пятна некоторые жители деревень которые не захотели переезжать оставались своих домах и встречали смерть во время затопления именно в них они не собирались перевозить свои дома не хотели покидать свое постоянное место жительства и в результате затопления встретили свою смерть именно там вот так такие на такие жертвы и многие шли ради создания вот этого верхневолжского бассейна а здесь жак и в кустах из тебя падает шанс жить необычной жизнью ты не имеешь права от него отказываться кто хочет заказать такие же костюмы как у меня оставлю ссылочку в описании их всего 36 штук limited edition то есть маленькое количество поэтому переходите по ссылке вещи классные качество вот здесь у меня просто много документов я как бы этот крупный владелец лодок очень ребят у них лодка идет 70 км в час надо было просто свалить и все но мы так мы законопослушны поэтому все хорошо документы показали все у нас отлично едем дальше мы подъехали к шлюзу и поняли что нам несказанно повезло смотрите шлюз открыт стоит один какой-то корабль и все и мы можем заходить даже не верится вот когда такое шлюзование подгадываешь четко шлюз уже открыт получается одно удовольствие поездка не надо ждать как в прошлый раз мы один шлюз прождали два с половиной часа второй четыре у нас до сих пор нет рации но с нами есть лёха у которого есть рация и соответственно он заявляет себя и нас и мы становимся так называемым пыжами то есть не отдельное место занимаемся а швартуемся лодка к лодке в общем идем пыжом экономим место в шлюзовой камере это точно все ребят можно закрывать ворота спасибо пора домой солнышко пригреет лучик в общем мы вышли ровно в час дня сейчас практически ровно девять часов и того у нас получилось восемь часов пути шли на крейсерской скорости 55 60 километров в час и самое удивительное что хватило без дозаправки на моей лодке дайте а здесь у нас осталось 139 то есть мы сожгли 161 литр до 160 литров мы сожгли там и там бак 150 то есть где-то почти в ноль они его сожгли то есть здесь 160 там 150 ну примерно в общем такие цифры мы дома это было очень крутое путешествие спасибо что посмотрели ставьте лайки пишите ваши комментарии мы все читаем на этом у меня все всем удачи и пока